Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Наталья. Я являюсь партнером бренда компании Ariflame. И в сегодняшнем видео мы поговорим о новинке, о сыворотке концентрат ProCeuticals из Novage. Сыворотка концентрат с ретинолом. Мы поговорим сегодня с вами про ретинол. Что же такое ретинол? Как пользоваться ретинолом? Чем он полезен? И почему именно он у нас появился в новинке? Вообще серия ProCeuticals, как заявляют наши эксперты, это экспертные решения направленного действия для решения конкретных проблем кожи. Собственно говоря, и первое, что мы встречаем, и на что я сразу же обратила внимание, и купила себе эта сыворотка концентрат с ретинолом. Вот так она находится. Прямо сразу разворот. И вот она наша сыворотка. Давайте поговорим немного. Я покажу ее. Вот в таком картонной коробочке она идет. Что здесь у нас? Инструкция, как и в любом продукте. И вот такой флакончик. Такой флакончик у нас идет. Объем 30 мл. Novage ProCeuticals. Сыворотка концентрат с ретинолом. 30 мл. Флакон непрозрачный. Не просто так. Он так это сделан. Я вам объясню, почему дальше в видео. Вот такой вот дозатор у нее. И она у нас идет с пипеточкой. Вот такая пипеточка. И здесь сыворотка. Саму сыворотку покажу в видео. Как нужно наносить ее на лицо. Ну, мои постоянные зрители, они знают, что я люблю все показывать на себе, все тестировать. И здесь же сыворотку я обязательно покажу, как мы наносим дальше в видео. После, скажем так, вводной части, когда мы поговорим про ретинол. Итак, что же такое ретинол? Вообще ретинол это производная форма витамина А знаменитого. Впервые ретинол был открыт в 1913 году. Задумайтесь, больше 107 лет назад проведено огромное количество клинических исследований. То есть ретинол изучен и переучен клиническими испытаниями. Зарекомендовал себя только с положительной стороны. Вообще он эффективно применяется как в медицине, так и в косметологии. В медицине он, конкретно в дерматологии, он применяется от лечения герматической, по-моему, сибории, да, кожи головы, акне, лечения акне. Ну а в косметологии это знаменитая волшебная эмульсия, как ее еще микстура называют, в антиэйдж-уходе, то есть в возрастном уходе, в борьбе с возрастными изменениями кожи. Это, конечно же, морщины у нас, цвет лица, лечение пигментации, все это спасатель ретинол. Сам по себе ретинол, он очень нестабилен. Попадая вот на него солнечный свет, его молекула сразу же теряет все свои свойства. Это вопрос к тому, почему вот такая вот плотная, непрозрачный, непрозрачный флакон, это как раз таки, чтобы защитить сам ретинол от воздействия света, потому что тогда весь эффект от него и вся польза просто уходит на ноль. Поэтому у нас вот такой непрозрачный флакон. Вообще, чем меньше содержимое с ретинолом соприкасается с воздухом, с солнечным светом, тем он эффективнее. То есть он не окисляется, а попадая вот на солнечный свет, он быстро окисляется и теряет все свои положительные свойства. Так вот, польза ретинола. В чем же его польза? Начнем с вами по порядку. Очень много положительных свойств. Это и разглаживает морщины, причем заломы, заломы уже, которые у вас появились. Есть глубокие заломы, морщины. Вот мне это очень понравилось, потому что у меня уже есть, у меня кожа возрастная, поэтому я сразу же обратила внимание на эту сыворотку и ее себе приобрела. Так вот, ускоряет процесс образования и регенерации клеток, увлажняет кожу, осветляет пигментные пятна, выравнивает тон и вообще рельеф нашей кожи, выступает как антиоксидант, то есть защищает кожу от негативного воздействия окружающей среды, увлажняет, удерживает влагу, как я уже сказала, повышает тургор кожи, то есть упругость кожи повышает, борется с акне, то есть, что значит борется с акне? Подавляет выработку сальных желез и борется с пост-акне, а здесь он уже ретинол, представляете, выступает уже как пилинг, пилинг, то есть убирает. Вообще, как бы он, ретинол, он истончает верхний роговой слой нашей кожи и в то же время, истончая вот этот верхний роговой слой нашей кожи, появляются новые клеточки, то есть, понимаете, идет регенерация кожи, то есть появляются новые клетки и кожа обновляется. Вообще, ретинол, благодаря ретинолу и небольшому его молекулярному весу, он очень глубоко проникает в нашу кожу и воздействует не только на поверхности нашей кожи, но и проникает, вот благодаря своему вот этому маленькому весу молекулярному, он проникает глубоко в кожу. Представляете? С одной стороны, да, это очень здорово. Поэтому его рекомендуется поэтапно вводить в свой ежедневный уход. Как применять? Ретинол. Маленечко сделала паузу, чтобы совсем не строчить, не строчить. Конечно же, набраться терпения. Вот это не тот продукт, который мы видим в косметике, когда добавляются светоотражающие частички. Например, на крем вокруг глаз бывает добавляется. То есть мы их видим, когда мы наносим на кожу, мы видим вот такой блеск, да, вот сразу. То есть это вот сделано для визуализации. Раз и сразу вроде как у вас морщиночки-то все сгладились. С ретинолом такое дело не пройдет. Это продукт долгоиграющий. Нужно набраться терпения. Применять его от месяца и дольше. Тогда можно будет увидеть результат. Сразу не видно. То есть он рабочий продукт, такая рабочая лошадка, и нужно набраться терпения, чтобы увидеть результат. Не один день. Если вы как бы по своей сути немного ленивы, то, ну, тогда, возможно, вас этот продукт разочарует, потому что, я говорю, нужно набраться терпения и пользоваться какое-то время. По крайней мере, использовать сыворотку, конкретную сыворотку, от начала и до конца. Вот это уже вы увидите результат. Не бросая, а дождаться использовать. Оно вот как раз где-то, наверное, на месяц и рассчитано. Мы используем ретинол только перед сном. Вот это наш вечерний друг. Мы не используем ретинол в дневное время. Как я уже сказала, ретинол очень чувствителен к свету. Особенно к солнечным лучам. То есть он моментально окисляется и никакой пользы мы не получаем. Поэтому везде в каталоге написано, значок в каталоге есть, что это ночное средство. Мы его используем только ночью. Я почему-то говорю все тщательно. Я просто хочу, чтобы вот это видео было от и до знать о ретиноле. Следующий пункт. Используем обязательно солнцезащиту. Да, повторюсь. Ретинол не любит солнце. Не любит свет. Поэтому в весенний, летний период обязательно в нашем уходе должны быть утром солнцезащитные средства. Крем с СПФ, дополнительный крем солнцезащитный, тональные кремы. Обязательно СПФ, чтобы эффективность ретинола не пропала даром. Это в весенний, летний период. Думаю, если в зимний период, ну, у нас сейчас запуск идет как раз весной. Это весенний каталог. И поэтому в весенний, летний период обязательно солнцезащита. Вот обязательно. Если зимой можно не пользоваться, потому что солнце не такое активное у нас, то в весенний, летний период, особенно сейчас май будет. И если кто-то покупает сейчас апрель-май, то здесь уже без солнцезащиты, но мы, друзья, никуда. Обязательно. Обязательно она должна быть. Следующий пункт. Не используем. Не используем ретинол с кислотами. Нельзя. Не используем ретинол с продуктами, содержащими в составе витамин С, антиоксидант, которые бывают. Бывают тоники, содержащие витамин С, кислоты, любой кислотный пилинг, любая кислота, мы не используем вместе с ретинолом. Ретинол не любит кислотную среду. Он сразу же разрушается. Кислотная среда его разрушает. Поэтому кислоты отодвигаем, если начинаем пользоваться сывороткой с ретинолом. Следующее. Не наносим ретинол на область вокруг глаз. Да, сыворотка. Охота нанести ее на кожу вокруг глаз. Не наносим. Почему? Потому что кожа вокруг глаз у нас очень тоненькая. Очень чувствительная. Может пойти реакция, ненужная нам на глаза. Когда мы наносим сыворотку на лицо и вокруг орбитальной, вот это околоорбитальной косточки, она же сюда попадает, а кожа у нас живой организм, и все, что сюда попало, она постепенно разнесется и попадет на кожу вокруг глаз. Не беспокойтесь. То количество, которое нужно, если у вас прям есть такое желание, охота, чтобы попало на кожу вокруг глаз, оно попадет, ретинол попадет и туда. То есть кожа, она сама, она живой процесс идет, и все, что попало вот здесь у нас, околоорбитальной косточки, у нас пойдет и на кожу вокруг глаз. Используем ретинол постепенно. Это высококонцентрированный продукт. Очень эффективный. Поэтому мы используем его, постепенно вводим свой уход. Лучше всего начинать с одного раза в неделю. Например, купили вы вечером, очистили лицо, протерли тоником, наносим сыворотку, смотрим на реакцию кожи. На следующий там день, или здесь же сразу, у кого какая чувствительность кожи. Я знаю, что кожа бывает очень чувствительная, поэтому ретинол мы вводим постепенно. Если все прошло на ура, следующий раз мы уже два раза вводим ретинол. Например, понедельник и пятницу. Ну, так вот. Скажем, там уже варьируете сами. Если опять все хорошо кожа восприняла, уже через два дня. Например, понедельник, среда, пятница. Пользуемся вечером ретинолом. Все хорошо, на следующий раз уже через день вводим. И так постепенно мы доводим использование ретинола на каждый день. Все, кожа хорошо отреагировала, мы можем каждый день пользоваться ретинолом. До тех пор, пока он не закончится в нашем флаконе сывороткой. Бывает кожа очень чувствительная. Бывает. Если, например, у вас появляется ретиноидный герматит, например, такой, как вы нанесли, начинается покраснение незначительное, сухость кожи, немного шелушения начали появляться, не бойтесь, ничего страшного нет. Просто кожа у вас среагировала на ретинол, она более чувствительная. У меня такого не произошло, но бывает такое покраснение. Бывает. Не бойтесь, ничего страшного нет. Но вот если появилась у вас сильная краснота, даже капельки водянистые такие, но вы их ни с чем не перепутаете, вот в этом случае тогда мы полностью прекращаем использование ретинола. То есть он вам вообще никак не идет. Это бывает очень редко, но мы все люди живые, и может кожа по-разному среагировать на ретинол. Поэтому смотрите за реакцией своей кожи на ретинол. Кому рекомендуется ретинол? Ну, естественно, если я сказала, что это антиэйдж уход, то это значит для нас, для возрастных, прекрасных дам. А вообще рекомендуют его косметологи и дерматологи с 30 лет. В каталоге у нас пишут наши эксперты, что он для любого возраста. Но действительно хуже ничего не будет, просто если вы в 20 лет нанесете или в 25 лет, вы не увидите того эффекта, потому что кожа еще молодая, здоровая, прекрасная, никаких особых морщин нету, абсолютно нету. Но бывают вот убитая кожа, бывает. И в 25 лет, когда человек не ухаживает за ней, достойно не ухаживает, поэтому да, здесь ретинолом он может пользоваться. Но это тоже, как говорится, исключение из правил. Поэтому 30 плюс, особенно возрастные, 35-40 и дальше 50. Вот это вот наша, скажем, палочка-выручалочка для нас. Также использовать рекомендуется людям, кто долго находится на солнце, на юге, например, живет, или в какой-то период времени, вот он приехал с отдыха, да, где активное солнце, загорал для кожи. Тогда начинаем применять ретинол. Что еще хотелось бы мне сказать про наш ретинол? У него высокая концентрация. Очень высокая концентрация. Здесь 1%. 1% концентрат ретинола. Это очень высокая концентрация, которая используется, скажем так, максимальная концентрация, которая допустима в содержании в косметических средствах. Сама по себе сыворотка – это уже высококонцентрированный продукт. Мы с вами это знаем. А здесь еще 1% ретинола. Тоже максимальный процент. Поэтому вводим дозированно, вводим аккуратно, смотрим на состояние своей, на реакцию своей кожи. Так, еще что-то хотела сказать. Сейчас сделаю перерыв и вспомню, допомню. Все, вспомнила. Сразу вылетела из головы. А хочу дополнить, даже я ошиблась. Здесь концентрат у нас идет 1,1%. То есть даже здесь еще выше 1%. Так вот, у нас ретинол идет в нашей сыворотке инкапсулированный. Что это значит? То есть молекула ретинола, она очень капризна. И чтобы не потерять, как я говорила, ее положительные свойства, наши ученые ее завернули в специальную оболочку. Специальная такая оболочка. И когда мы наносим ретинол на кожу лица, при соприкосновении с нашей кожей, эта вот невидимая пленочка, эта оболочка, в которой заключен ретинол, она лопается. И все содержание ретинола, все это богатство поступает сразу, немедленно на нашу кожу. Вот в чем еще преимущество. Это темный флакон и инкапсулированная капсула ретинола. Здорово! А теперь я вам показываю, как ее наносить на лицо, как она выглядит во флаконе, что из себя представляет. Смотрим дальше в видео. Все наглядно показываю, как я это и люблю. Итак, на очищенное лицо я протираю тоником. То есть я сняла макияж, и я протираю лицо обычным нашим тоником. Протираю лицо. Как обычно мы делаем всю нашу процедуру по уходу за кожей лица. Протираем не только лицо, но и нашу обязательно шею и область декольте. Самое важное, нужно дождаться, когда тоник впитается и кожа будет сухой. Это очень важно перед нанесением сыворотки с ретинолом. Пока у меня кожа подсыхает, тоник вернее, ну как впитывается, чтобы оно не влажное было, а кожа была сухой перед нанесением сыворотки с ретинолом. Вот так выглядит наш флакончик сыворотки с ретинолом. А здесь такая вот есть пимпочка. Мы ее нажимаем. Вот она, видите? И она подтягивает сыворотку. Флакон непрозрачный. Это очень важно. Флакон непрозрачный, потому что ретинол не любит солнечный свет. Мы ее подтянули. Сыворотка довольно-таки плотная. Открываем. И вот здесь вот она у нас такая вот в виде пипеточки. Видите? Выдавливаем. Вот. Вот это одна капелька. Вот так вот. Одна капелюшечка. Я беру еще одно. Подтягиваю. И вот так вот. Так же раз. Вот она. Все. Две капельки. Одну-две капельки достаточно для нанесения на лицо и область декольте. Наношу на лицо. Не растираем лицо наше. Не растягиваем. А просто похлопывающими, похлопывающими движениями. Так же, как и крем, я наношу сыворотку на все наше лицо. Не бойтесь. Сыворотка сама по коже. Как говорится, разойдется и попадет на все клеточки нашей кожи. Все. Она моментально впитывается. Прекрасная сыворотка. Моментально впитывается. Довольно-таки сразу такой, знаете, подсушивающий, матирующий эффект получается. У меня кожа жирная. Я это мгновенно чувствую. Но и, скорее всего, вы, кто приобрел сыворотку с ретинолом, сразу это почувствуете. Она действительно как бы вот не матирует. Это неправильно. Она действительно подсушивает. Ретинол подсушивает кожу. Все. Мы нанесли нашу сыворотку с ретинолом. Следующие наши шаги это обычные по уходу за кожей. Мы наносим крем вокруг глаз и крем для лица. Все. Наш привычный уход дальше продолжается после нанесения сыворотки с ретинолом. Друзья мои, мы посмотрели мой небольшой мастер-класс, как я его наношу на лицо и как его следует наносить на лицо, как выглядит наша сыворотка. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите, не стесняйтесь под этим видео в комментариях. Будем с вами вместе разбираться, будем решать, что понятно, что непонятно. Еще раз напишу, отвечу на ваши вопросы, если вдруг что-то в этом видео я не успела сказать, а по ходу того, как вы послушали мое видео, у вас возникли вопросы. Не стесняйтесь, пишите, потому что сыворотка, она достойна, чтобы быть на каждом столике. у себя. Кстати, про столик. Как же мы, вот я забыла, как же мы храним? Храним мы в прохладном месте ретинол, от солнечных лучей, от света мы его уберегаем, даже несмотря на то, что он у нас в плотном флаконе, в темном помещении храним нашу сыворотку, концентрат с ретинолом. Все, вроде все сказала. Делитесь, пожалуйста, моим видео, потому что оно действительно нужно. Продукт новый у нас ввели его и нужно знать, как можно больше про него. То есть, как говорится, есть информация, вооружен, значит, правильно применяешь его. Делитесь, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, задавайте обязательно вопросы. Все, до новых полезных видео. Пока-пока. Будьте красивы. Субтитры сделал DimaTorzok